Процесс классической механики, когда речь идет о сложении двух векторов. Я напишу, значит, йод 1 плюс йод 2 равняется в суммарный момент йод. Значит, я пока рассматриваю классическую задачу. Значит, мы рисуем правилограмм, складываем вектора, йод 1, йод 2. И я пишу правила клеугольника для соотношения длин или сторон клеугольника. Ну, в любом этом мире, это одинаково, и везде перевернут, работают одинаково. Йод. То есть длина этого суммарного момента, она всегда лежит в пределах. Она не больше суммы сторон других, но не меньше их разности по модулю в данном случае. Вот это правило треугольника. Ясно, что в картом механики его надо как-то изменять. В связи с квантованием, если мы постарались, но в квантовании не может момент... Кстати, вот обратите внимание, что когда мы говорим момент, мы имеем в виду и мы знаем алгебру момента. Мы должны понимать, что алгебра момента, то есть некие общие свойства, они касаются любого момента. Любого момента. То есть и йод 1, йод 2, и суммы тоже, да? Поэтому квантовое число йод, соответствующие квантовое число полного момента горячего движения, оно может до этого вполне определенное значение. Полное определенное значение. Ясно, что в этом правиле треугольника, я хочу забегать вперед, мы под йод 1, йод 2, йод, будем понимать именно квантовые числа. Квантовые числа моментов. Или просто моменты. Это уже немножко жаргон. Но тогда надо, ясно, что в этом соотношении какой-то комментарий. Оно остается формально, да? Но в нем йод меняется, вот йод 1 минус йод 2 по вону, это йод 1 плюс йод 2 через единицу. Это очень важно. Через единицу. Это, повторяю, мы должны еще и показать. Ну а теперь перейдем к квантовой задачке. Значит, представим себе, что мы знаем все о складыве этих моментов. Вот что это означает? Я знаю собственные функции квадрата и з-компоненты момента. Вот то, что мы называли йод n функцией. Итак, вот эти функции я знаю для первого и второго момента. То есть я могу написать йод 1 в квадрате на все йод 1 на m1 равняется йод 1 на йод 1 плюс единица. То есть это означает, что функция йод 1 является собственной для квадрата первого момента. Но она же является собственной для з-компоненты первого момента. Йод 1 на m1 является m1 в си йод 1 на m1. Вот мы знаем это для первого момента. То есть мы знаем свойства функций пси йод 1 на m1. Мы знаем, что алгебру первого момента всю. То же самое мы знаем и для второго момента. То же самое мы знаем и для второго момента. Еще я пишу, я не буду переписывать то же самое. Значит, здесь надо просто единичку заменить на двойку. То есть для второго момента все то же самое справедливо. Ну вообще-то говоря, ведь если суммарный момент это и есть тоже момент, то для него тоже нужно быть справедливые эти же соотношения. Ну и совсем аналогичные соотношения. Ясно, что для него собственная функция квадрата и з-компоненты как-то, видимо, связана будет с этими функциями в си йод 1 на m1 и си йод 2 на m2. Но как? Это другой вопрос. Итак, по идее я могу записать такие же соотношения для суммарных моментов. Поскольку он момент просто так. То есть ясно, что если это момент, то мы можем говорить о собственной функциях квадрата и з-компоненты этого момента. Йод з в си йод м равняется м в си йод м. Вот здесь нам придется много раз переписывать классно-массовую сумму, но и то же как-то. Вот это очень важно понять, что все три, йод 1, йод 2, йод, это моменты. Значит, для них, для всех, можно записать эти соотношения, но по определению задачи задано нам, что функции в си йод 1 на m1 и аналогичные в си йод 2 на m2. Мы знаем. И задача, в чем наша бой состоит? Задача сложения момента. Найти функции в си йод м. Найти функции в си йод м. И возможное значение в си йод и, соответственно, м. Вот наша задача как будет выглядеть. И я как в школе запишу, значит, то есть, грубо говоря, нам дано, значит, дано функции в си йод 1 м1, в си йод 2, в си йод 2, в си йод 2 нам известны. Нам известны возможные значения м1 и м2 и все свойства этих функций. А найти в си йод м. Возможное значение йод и возможное значение м. Вот это вопрос. Причем ясно, что мы должны стартовать с известных нам функций в си йод 1 м1 и в си йод 2 м2. С чего мы начнем? Ну, давайте начнем с самого простого оператора. Йод Z вот с этого уравнения. Посмотрим на йод Z, а это всего лишь сумма йод 1 Z плюс йод 2 Z. То есть я с цветом начну. И так, йод Z это есть йод 1 Z плюс йод 2 Z. То есть это есть сумма двух, причем, вот здесь надо обратить внимание на это, важное описание, двух коммутирующих операторов. Двух коммутирующих операторов. Ну, что значит коммутирующие, в данном случае, операторы? Это в том, что первый и второй моменты, они относятся либо к разным по физической природе моментам для одной частицы, ну, например, йод 1 спиннер момент, йод 2 от и так, ну, или наоборот. Ясно, что это означает, что соответствующие операторы работают в разных пространствах. Значит, эти операторы коммутируют между собой. Дальше, если речь идет о двух частицах, то вот, значит, моменты, ну, скажем, спин первого электрона, спин второго электрона. Или орбитальный момент первого, второго электрона, ну, и его частицы. Ну, как-то ясно, что, опять же, эти операторы действуют в разных пространствах. Пространство первой, пространство второго частиц. Значит, опять же, коммутируют между собой. Легко показать, что если у вас оператор представляет собой сумму коммутирующих операторов, то его собственная функция – это произведение собственной функции. Как называется эти суммы? С лога, с логами, оператор, с логами. Что я хочу сказать? Что собственной функцией такого оператора, Йозет, будет просто произведение функций, собственных для Йозет и Йозет. То есть у оператора есть сумма, собственной функцией его будет произведением. Итак, я пишу Йозет, проверяю Йозет 1, М1, Си Йозет 2, М2. Проверяю. Взял курс произведения, подействовал логастром Йозет. Ну, а дальше расписываю Йозет. Йозет 1, Зет плюс Йозет 2, Зет. Так, Йозет 1, М1, Си Йозет 2, М2. Ну, а дальше, смотрим, оператор Йозет, ну, давайте справа, Йозет 2, Зет. Он действует, ну, он же в этом пространстве не работает, значит, его можно просто пронести через все Йозет 1, М1. Он действует на свою собственную функцию, дает М2. Это же функция. Оператор Йозет 1. Но он действует на функцию свою и дает, соответственно, М1 и опять ту же самую функцию. Так что в результате мы получим здесь М1 плюс М2 на произведение, то же самое идет, отдельный М1, Си Йозет 2, М2. То есть вы показали, что, да, произведение собственных функций операторов Z-компонентов складных моментов, это и собственные функции оператора Z-компонентов суммарного момента. Ну, это как бы очевидно, вот физически совершенно понятно. Когда вы два момента имеете, да, вот давайте эту картинку с классической точки зрения рассмотрим. Вот смотрите, вот у вас классическая картинка нарисована, да, вот я беру ОС Z, ввожу какую-нибудь, да. То есть ясно, что у вас Z-проекция суммарного момента складывается, и Z-проекция складывается моментом. То есть в классике было бы так же, и ОС Z-проекция суммарного момента, была бы сумма проекции для первого и для второго момента. То есть в классике я что-то самое мог бы написать, только без трижих здесь, ну и без всяких М-ов, да, просто были бы Z-компоненты, соответственно, суммарного вектора, ну и Z-компоненты складываются моментом. Вот что я мог бы написать. Ну, в классике здесь у меня фигурируют прямо Z-компоненты соответствующих векторов. Ну, а в патру механики, видите, что я пишу, заменка мне, да, сумма кораторов, пишу, да, это кораторное соотношение, а вот собственное значение, да, я их буду складывать. Итого, M1 плюс M2, это и есть собственное значение коратора, как YZ, а мы его обозначили M. Итак, отсюда я сразу могу сказать, отсюда, что собственное значение оператора YZ на вот эти функции, это M1 плюс M2. Видите, как я быстро нашел и собственную функцию оператора YZ, и собственное значение. Ну, кстати, что я вам сразу отсюда сказать, что M меняется от, вот это внимание, максимальное значение M, ну, это надо взять максимальное значение M1, максимальное значение M2. Это соответствует Y1 и Y2. Значит, максимальное значение M будет Y1 плюс Y2, а минимальное значение будет минус Y1 минус Y2. Ну, то есть то же самое со знаком Y2. Поэтому я могу здесь написать, что M будет меняться в пределах от Й1 плюс Й2 до минус Й1 плюс Й2. Но здесь есть одно но. Кстати, интересно, что эти соотношения означали бы, что с этим M мы могли бы связать, ну и значит, с произведением вот этих функций мы могли бы связать мультипли функции, соответствующие определенному значению, мы можем сказать, в суммарном моменте, равную Й1 плюс Й2. Да, мы не совсем так. Дело в том, что определенное значение M1 плюс M2, то есть M, может повторяться. Может повторяться. То есть мы в данном случае можем иметь дело с вырождением. Например, на примере покажу. Вот представьте себе, что вы взяли, да даже вот эту картинку нарисую. О, видно. Я беру проекции на ось Z. Но одно и то же значение проекции суммарного вектора, суммарный момент, я могу получить, меняя Й1 и Й2. В кванном случае это что означает? Одно и то же M я могу получить разными способами. Ну, например, возьму M1 и M2 вполне определенными, а потом возьму M1 на 1 уменьшу, а M2 на 1 увеличу. Сумма-то не изменится. Ну, правда, при максимальном значении 1 и M2 это невозможно, конечно, так? Но если я, скажем, возьму не максимальное значение M, а на единичку меньшее, скажем, да? То есть давайте возьмем M равное не максимальному. Итак, M равняется, давайте я такую табличку сейчас вам составлю. M равняется J1 плюс J2. Ну, пишу здесь, один раз включается. Ну, я максимальное значение в суммарном моменте только одним способом могу получить, когда M1 максимальный, M2 максимальный. А вот следующее значение, J1 плюс J2 минус 1 значение, так? Я могу получить уже двумя способами. Ну, то есть, вот этот вот минус 1, так? Я могу за счет чего получить? Либо я M1 на единичку уменьшу, да? Оставлю M2 в покое. Ну, наоборот, M2 на единичку уменьшу, ставлю M1 в покое. То есть ясно, что здесь есть два варианта. Два варианта. Поэтому ситуация немножко сложнее. Дальше смотрим. U1 плюс U2 минус 2. Ну, здесь есть три варианта. Три варианта. Ну, действительно, на двойту уменьшить нужно тремя способами. Либо первый момент на... Да, ну, я чуть подружку. С другой вариантов больше. Иногда один двойку. Я оба момента на единичку меняю, так? Либо первый момент меняю на двойку, вторую на двойку, либо наоборот, да? Вот такие варианты. А еще какой вариант есть? Все? Ну, да. Вот с тройкой будет там четыре будет варианта. Да? Правильно. Ну, знаете, какой-то из вас меня спутал, так вот, со мной не заложил. Витя, а у меня, значит, не трем, я знаю. Я тоже начинал на счет, счет, я всегда говорил, что три варианта. То есть я не задумываюсь, говорю, три варианта. Вот, а задумываюсь, смотрите, вот, оказывается, нет. Задумывается иногда, нет, да? Но в целом, в целом полезно. Ну, и так далее, вот я здесь, и так далее. Ну, кстати, ситуация может и не реализоваться никогда, так? Потому что, представьте себе, что у вас Йод-1 и Йод-2 по одной второй, например, так? По одной второй. Тогда суммарный момент у вас какой может быть? Вернее, проекция суммарного момента. Одна вторая плюс одна вторая. Единичка максимальная, да, значение? Единичка. Ну, вот она один раз будет встречаться. Дальше смотрим. Ноль на единицу меньше. Ноль. Ноль. Ну, ноль в два раза должен встречаться. Ну, действительно, как я могу получить ноль? М1 возьму на единичку меньше, то есть минус одна вторая. А М2 максимальный, плюс одна вторая. Либо наоборот. М1 возьму максимальный, плюс одна вторая. А М2 на единичку меньше, то есть минус одна вторая. Сумми ноль буду получать. Но на двое, на двое, я уж никак не смогу здесь изменить М. Вот. Поэтому эта ситуация, конечно, она иногда обрывается. Вот тоже надо иметь в виду. При малой значении Й1 и Й2, она может оборваться на каком-то здесь, на какой-то строчке. Вот это тоже надо иметь в виду. Но самое главное, что у нас здесь появляется в рождении. Что это означает? Это означает, что вот из этих функций с фиксированным М, равным М1 плюс М2, мы можем построить не один, а несколько мультиплетов, соответствующих различным значениям Й. Ну и действительно, и смотрите, нам ведь не только нужны эти собственные функции коратора Й1, но еще и собственные функции квадрата момента. Легко проверить, что на самом-то деле вот такое произведение не всегда будет собственной функцией квадрата момента. Не всегда. Ну и это очевидно почти. Мы только что с вами договорились, что вот из этого набора функций можно построить в общем случае несколько мультиплетов. Ну а каждый мультиплет соответствует определенному значению Й, значит определенному значению этого числа. То есть, собственно, значение квадрата момента. Так вот, остается задача построения этих мультиплетов из нашей функции. То есть, каждая здесь функция с определенным мультиплетов из нашей произведения. Так вот, из таких функций мы теперь должны построить функции, которые проявлялись не только собственными литераторами Й1, но еще и собственными литераторами квадрата момента. То есть, вот этой строчке мы проявляем еще надо. Как такие функции мы будем строить? Ну, если у нас есть вырождение, вот скажем, смотри, здесь проблем нет. Ясно, что функцию... Давайте договоримся так. Ну что, это какая-то парик какой-то иначе вообще. Итак, значит, давайте так договоримся. Я буду строить сейчас некую такую пирамиду. Пирамиду. Почти, это был хеопсер. Вот я буду строить таким вот, смотрите. Вот у меня в распоряжении есть вот разного рода эти произведения. Разного рода произведения. Причем, иногда, произведения, соответственно, одному и тому же значению их несколько может быть. Так вот, давайте я буду строить некую пирамиду из таких вот этажей, как бы, да. С каждым этажом я буду связывать мультиплет, соответствующий определенному значению Y. То есть, вот такой этаж у меня пойдет. Второй этаж. Это другой мультиплет. Третий этаж. Вот вы сейчас пока пунктирочка можете это и наметить себе, да. А можете пока подождать. А то там непонятно, какой он может и вам нутвариста обратно будет. Подождите. А как я буду строить? Вот смотрите. У меня есть одна функция, одно произведение, которое соответствует максимальным значениям M1 и M2. Которое всего одно произведение, одно. И его можно выбрать правым крайним, у него уже максимальный Y, да. Правым крайним элементом в мультиплете, соответствующем Y равному Y1 плюс Y2. То есть, вот это вот значение, вот 1 плюс Y2, оно встречается всего один раз. Так вот, я возьму это значение и эту функцию, соответственно, произведение за правый крайний элемент в нижнем этаже, в нижнем мультиплете, который будет соответствовать, наоборот, максимальному значению Y. Итак, вот сюда я беру произведение, то есть, беру фактические значения M равные Y1 плюс Y2. А значит, это будет у меня правый крайний элемент в мультиплете с Y равный Y1 плюс Y2. Вот. Точку взял. Это у меня как раз вот такая функция, все Y1, Y1 на все Y2, Y2. Давайте прям я в виду распишу, что это за функция будет. Y1, Y1, все Y2, Y2. Теперь давайте идем дальше. Строим мультиплет, вот, двигаясь слева направо от крайнего правого элемента. Итак, я беру M в мультиплете на единичку меньше. Вот эту ситуацию. Но дело в том, что здесь, я только что говорил выше, два произведения работают. Два произведения. Но только одно из них, или, может быть, комбинацию из этих двух произведений, надо взять в мультиплет с максимальным значением Y. Ну, так мы и сделаем, так мы и сделаем. То есть, из них строим одну комбинацию, которая будет соответствовать максимальному значению Y. И вот, вот она у меня. Я взял одну комбинацию. Ну, правда, как ее построить-то? Вот я хорошо сказал, одну комбинацию. А как ее построить? У нас есть, блядь, как бы, у каменщика есть прибор, мастерок. 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 Это слово мастерок, это вот песня, которая раньше была. А, нет. Вот же, вот, а песня еще другая. Мы снились, мы снились, правильно. Мастерок. С мастерков я каменщик вспоминаю. Даш. Да, 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 да. Вот раньше мы калкурили, я помню, в будущем аспирантуре мы строили дом, там вот, улица Первомайская, там раньше магазин на Боуте назывался. Мастерка с Кирцем. Вот там номер Сибиряка и Мулачарска, Первомайский был. И там магазин, вот там раньше, ну там вот, пластинки какие-то, музыкальные товары, да? Да. Вот. Строили дом, строили дом, как раз. Белочек. Белочек. Мелочек, магазин, магазин. Крам-магазин, да? Белочек. Ну, то есть мы аспиранты были, вот, вот, ну, решили подзаработать просто. Вот, у нас кафедра было несколько человек. Потом там заладали, гад, еще, какие-то девушек с архитектурой несуток. Они были на практике, так. Ну, все забирали, в общем, ничего не делали, потому что, знаете, как раньше была такая высказка? Раствор, бар, кирпич, бар, раствор, йог. Или, наоборот, кирпич, йог, раствор, бар. Ну, то есть, есть раствор, нет только кирпича. Есть кирпич, есть раствор, вернее, нет, есть кирпич, нет раствора. Ну, и вот так все время сидели, и так. Ну, нам же надо зарабатывать, мы даже в раз все время, ну, все-таки, ну, все-таки, что-то, какую-то работу, как мы дали. Неконец, я помню, как-то в пятницу вечером. И строители тоже не так же. Но в пятницу утром строители сидели там, домино играют, не прах решил, а прах, был волной, парень, только закончил какую-то технику строительку. В ресторан подал этих каменщиков, все, и, значит, бар, и раствор, и бар, и кирпич. Все, и они там работали весь, весь, значит, день, все, прямо в парту, вообще, мы смотрели, правда, вот, душа, радовалась, как-то, что-то, бог. В пятницу вечером смотрим, у нас этот парк какой-то такой хмурый стал, хотя бы еще бы его хмурить. И нас попросил утром прийти в субботу, ну, нерабочий день. Ну, вы прийдете, ну, там, заработаем, заработаете, ну, мы пришли в суток. Он подвел нас вот на первый этаж, то есть там, где мы резинку были. Вот, видите, мы стенки тут стояли, такие стенки, кирпичи. Надо убрать. Все, вообще, они в подвале должны быть, так. Там что-то накутал, ну, молодой. И мы, вернее, они эти камешки, эти стенки сделали, вот, там геология прямо. Что-то разгородили, как в подвале должны быть. А это же быть в подвале, вот. Но он, ну, так настолько четверо было. Мы пришли в какой-то премьер, ну, настоящий премьер, а там уже все сцепилось, же стенки, еще там. Ну, не разбегаясь. Вот, вот, я потом будущий, я это по термеку, его сейчас я имею в виду, вот, а вот Саша Казаков, вот, потом один какой-то, из-за успеха, парень, вот, мы, значит, прям лупала по стенке. Ну, с некоторого раза она все-таки запроснула, и потом мы какие-то дыры нашли, там, и что-то в подвал все-таки кирпичи, забросали, и все, это очень-то стало. Вот, вот, меня, как только я спирую каменщик, этаж, у меня сразу такие ассоциации. Ну, и, кроме того, каждый раз, когда я прохожу, музыкальные товары, вот, каждый раз, думаю, повезло этому в магазину, вот, чтобы были тогда. А так бы, по всем другим, у него была бы, видимо, участь. Вот, так раньше. Учиться надо хорошо. Ну, фара, вот, короче, парень, да. Так, ну, вот, чертежать же, разбираться надо все, там, нулевой этаж. За этим, видимо, может быть, он спутал. Среди, на Западе, в Европе, парап, например, да, вот, при этом он к нам, этот парап, то точно он поступит, как этот парень. Почему? Потому что там же есть, ну, понимаете, там, грумишосы, или, о, значит, у французов, у англичан, у них там, значит, в первый этаж он не считается. Так вот, мы этот этаж воздвигать должны, но в нужном месте. Итак, поехали. То есть, вот сюда я из двух функций строю комбинацию, как строю мастеровку, наоборот, в роли этого мастерка выступает, помните, оператор, в данном случае, понижение. Мы же с вами нашли операторы, с помощью которых, зная одну функцию в мультиклете, можно строить все остальные. То есть, вот это движение сюда, а потом и дальше, и дальше, и дальше, да, будет осуществляться с помощью оператора понижения. Мы его свойства знаем, все там, какие-то, альфа-коэффициенты, все нашли. То есть, с помощью оператора понижения мы, j минус я его обозначу, вот с помощью оператора мы строим весь этаж тогда, зная всего лишь одну крайнюю функцию. Давайте весь этаж достроим. Ясно, что где-то этаж-то у нас ведь прекратится. Если здесь j равняется j1 плюс j2, то крайний левый элемент на этаже будет j1 минус j1 минус j2. Здесь n будет равно минус j1 минус j2. Минус j1 минус j2. И, значит, всего на первом этаже будет число элементов равное 2 на j, то есть j1 плюс j2 плюс 1 функции. Ну хорошо, на первый этаж вот из функции с m на единичку меньше максимального, то есть вот с этим соединением m, уйдет. Давайте я все-таки здесь тоже изображаю, что, чему это здесь равно. Здесь m равняется значимой j1 плюс j2 минус 1, то есть на единичку меньше максимального. Ну а j, значит, будет то же самое. То же самое. Здесь строим мультипред с одними и тем же значениями j, максимально возможным. Да, но вот здесь мы только одну комбинацию взяли. Ну из двух функций можно построить две ортогональные друг к другу комбинации. Одну мы знаем, и вот вторую выбираем ортогональную единичку. Их всего две у меня функции, значит, две строю ортогональные комбинации. И с ней связываем новый этаж, новый мультипред, который я снова строю с помощью оператора понижения. Понижение. Вот легко, я сейчас... Ну, догадаться, значит, вот здесь я с помощью оператора понижения тоже действую, так? Ну, надо обратить внимание, что свойства этого оператора понижения немножко будут другие. Почему? Ясно, что помните, вот эти числа альфа, то есть матричные элементы матрицы оператора повышения или понижения, они же от йод зависели, от йод зависели. Поэтому на самом-то деле здесь эта стрелка указывает только на принципиальное применение оператора понижения. А детали, то есть чисто немножко, чем на первом этаже. Ну и пошли дальше. Вот смотрим, М теперь на двойку меньше, да? У нас три функции было, две мы заняли из них, строя первый этаж, второй этаж. Еще одна комбинация может быть построена, ортогональная двум предыдущим. И ее мы берем за правый крайний элемент в следующем мультипред. С йод теперь уже на двойку меньше, максимально. Вот строим следующий мультипред. Значит, итак, значение йод. Вот для мультипред. Значит, здесь оно максимальное, йод 1 плюс йод 2. Вот здесь значение йод равно на единицу меньше максимального. На втором этаже. На третьем этаже йод равняется йод 1 плюс йод 2 минус 2. Ну и так далее. Ну правда, что значит так далее? Ну не исключено, что все, мы закончили еще построение нашей пирамиды. А может быть, оп, еще одна точка не исключена. Кстати, может быть, либо то, либо другое. Это уже зависит от реальной ситуации. Кстати, что значит реальная ситуация? Вот давайте посмотрим. Представим себе, что у нас еще одна функция осталась. Это значит означает, что всего есть одна функция. С m равным, ну если она попала, видите, в серединку мультипред, лишь m равно плюс, скорее всего, тогда должно быть. Если вот здесь, она есть вершинка, значит, m равную нулю должен быть, да? Почему? Потому что у него, видите, здесь есть слева и справа крайний элемент. Значит, вот это вот m, на самом деле, нулю равную. Но это же не всегда может быть. Ну, например, это может быть только тогда, когда у вас j1 и j2, скажем, одинаковые, да? Ну, тогда я могу получить, скажем, здесь вот эту вершинку с полным моментом ноль. А m равную нулю я могу получить, если я складываю, скажем, два момента целые, ну любые. Там суммарный момент тоже будет целым тогда, да? Ну и m может быть равным нулю. Ну, а если в полуцелый момент и целый складывается, тогда m не как для ару. m, соответственно, в проекте суммарный момент, не может быть равным. То есть все зависит еще от детали, а в конкретном значение чисел j1 и j2. А вот, кстати, давайте посмотрим, а сколько у нас здесь вообще вот этих вот кирпичей-то на каждом этаже. Вот. Ну, правда, может быть кирпич, а может быть комната. Ну, кирпич, ладно. Ну, во-первых, сколько у нас у нас всего произведений. То есть вот представьте себе, мы как строили эти этажи, эту пирамиду. Нам завезли кучу кирпичей. И мы их начинаем укладывать вот в эти этажи. А в куче-то сколько было кирпичей? Давайте посчитаем. В качестве кирпича, в качестве элемента этой кучи у нас были произведения. Вот они, вот эти произведения. Сколько их всего в этих произведениях? Итак, смотрим, сколько всего в произведениях. Сколько, сколько. Вот таких произведений в Си-йод-1, в Си-йод-2, всего. Смотрим, это надо посчитать, сколько этих функций. Сколько этих и перемножить. Ну, этих 2йод-1 плюс 1, а этих 2йод-2 плюс 1. Вот сколько всего-то у нас, значит, элементов исходных. Исходных функций. Так вот, из них мы это же строим. Ну, ясно, что число новых элементов должно равняться этому числу. То есть, ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Итак, давайте теперь посчитаем, а сколько же здесь вот кирпичей мы уложили во все эти этажи. Считаем, на каждом этаже 2йод плюс 1 кирпичик. Потому что каждый этаж у нас с мультиплетом связан. С определенным йодом. Который меняется, кстати, обратите внимание. Нижний этаж, йод максимальный, это 1 плюс 2. Следующий этаж, момент суммарный, на 1-ку меньше. Следующий этаж на 2-ку меньше и так далее. Итак, на каждом этаже 2йод. Ой, здесь просто 2йод присоединится элемент. Ну, теперь по этажам суммирую. Начиная с нижнего этажа. Там йод соответствует максимальному. Йод 1 плюс 2. Ну, я не знаю минимальный. Вот где я закончу, я не знаю. Но я могу из татика, потому что полное число у меня элементов. Вот оно. То есть, пишу, вот здесь вот пишу, йод минимальный. Вот это максимальное значение, значит, мне нужно дает минимального суммировать. Но все, значение суммы равняется произведению. 2йод 1 плюс 1. 2йод 2 плюс 1. Ну, вот такая школьная задачка. Найти минимальное значение йода. Найти минимальное значение йода. Ну, я уже забегаю вперед, говорил, что у нас есть правило пенугольника. Видите, йод меняется в максимальном, ну, или наоборот, минимальном до максимальном. Вот это минимальное, здесь уже выписано было. И вот 1 минус 2 по модуру. Ну, стоит только проверить это, конечно. У вас, видите, теперь соотношение есть определенное. Это задачка, ну, не знаю, какой там школе класс 5, может быть, альфметическую прогрессию, да? То есть, фактически, знаете вы сумму, знаете элемент, ну, это конечная, она обычно такая возрастающая, да? Вот, найти начальный элемент. Ну, школьная задачка. Видите, да, там, не знаю, Мари Петровна, Мари Петровна, Мари Петровна, Мари Петровна, Мари Петровна, Мари Петровна, решали задачку на альфметическую прогрессию. Если бы даже не догадывались, где вам придется использовать результаты, какую задачку. Вот, видите, ждать, когда вы поступите на физический факультет, вот, дождаться третьего курса. И только тогда вспомнить о Баре Петровне. Вот, и так, йод минимальное здесь. То есть, фактически, это будет, йод соответствующий верхнему этажу. Итак, йод минимальное на верхнем этаже, это йод минимальное, это йод один минус йод два по модулю. Ну вот, давайте посмотрим наш пример конкретно. Давайте я закончу построение пирамиды вот здесь. Все, нет у меня больше элементов, все перебрал. Что это означает? Смотрим, какие значения суммарного момента. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь, это два йод плюс один. Значит, йод, суммарный момент, тройка. Тройка, здесь двойка, здесь единичка. Тройка, двойка, единичка. Итак, возможное значение суммарного момента, ну вот я прямо отсюда могу теперь написать. Йод, видите, меняется от максимального до минимального. Так, прямо я и напишу. Йод меняется, значит, у меня вот йод один минус йод два по модулю до йод один плюс йод два. То же самое правило двойкульника, но йод-то у меня меняется, видите, через единицу. Итак, смотрим, три значения йод у меня возможные, значит, еще раз. Тройка, двойка, единичка. Тройка, двойка, единичка. Какие значения при этом могут быть йод один, йод два? Уже один раз это должно быть. Раз, если они одинаковые, у меня два, вот здесь ноль. Разный. Причем отличаться на единичку могут быть, да? Ну, какие варианты, скажем, чтобы один на единичку отличаться? Один, два. Один, два. Ну, правильно, да, сумма будет три, так? Возможное значение два и один. Да, то есть, вот мы легко тогда видеть, что наша конкретная диаграмма, на самом деле, конечно, это не пирамида, это диаграмма, диаграмма. Соответствует значению йод один, кстати, или йод два, мы не знаем. Йод один, скажем, единичка, а йод два, двойка. Какой вариант? Ну, или наоборот, два, один. Ну, хорошо, а если бы здесь еще был один элемент? Сюда. Тогда что бы у нас было? Три, два, один, ноль. Ой, тогда у вас что получится? Тогда от нуля до тройки должно меняться, да? Нуля до тройки. Честно, что моменты 1 и 2 одинаковые должны быть, но если одинаковые, тогда понятно. Три вторых, три вторых плюс три вторых. Когда мы получаем так, от нуля, дальше идет ноль, один, два, три. Три вторых плюс три вторых. Вот. Так что, видите, вот по этой диаграмме можно, конечно, судить о том, какие у нас были складываемые моменты. Ну, вот теперь я вернусь к слову диаграмма. Диаграмма. Обратите внимание, что строить эту диаграмму мы стали с помощью операторов понижения и повышения. С помощью операторов повышения и понижения. Обратите внимание, кстати, я вам об этом неоднократно говорю, что эти операторы-то, это же компоненты момента, а момент, это фактически генератор поворота. Генератор поворота. Интересно, что вот эта вот диаграмма, значит, как-то связана с симметрией относительно поворотов. Она связана прямо, как говорят, с группой поворотов. С группой поворотов. И что нам эта диаграмма дает? Она нам дает представление о тех самых наборах функций или мультиплетах, типичных для группы поворотов, группы поворотов, группы поворотов. Вот надо ли говорить о том, что диаграммы, с которыми встречались элементарные частицы, когда строят мультиплетные элементарные частицы, они ближайшие родственники вот этой диаграммы, этой пирамиды. Ближайшие родственники. Но только в чем проблема, в чем отличие? А дело в том, чтобы обратить внимание, здесь у нас всему один оператор, с помощью которого мы строим пирамиду. Это оператор понижения. Поэтому у нас вся пирамида с линейками связана. Одна линейка, вторая, третья линейка. Теория элементарных частиц, я думаю, что вы так картинки вспомните, там пирамиды могут так, вернее, да, эти пирамиды, ну в кавычках пирамиды, эти диаграммы могут выглядеть сложнее. Они могут выглядеть так, например. Вот таким образом. То есть это двумерные такие образования. С чем это связано? Дело в том, что эти диаграммы, они соответствуют мультислетам элементарных частиц, которые классифицируются не по группе обращения, где есть один всего, видите, оператор, с помощью которого мы строили. Ну в данном случае либо J минус, ну может было J плюс вносить, если бы мы отсюда начали, да, один оператор всего. А здесь на плоскости два оператора работают. То есть для группы унитарной симметрии элементарной частицы, это группа не SU2, а SU3, там нетривиальных два будет генератора. И вот с помощью двух генераторов, естественно, будет устроить такие уже плоскостные диаграммы. То есть там вы можете смещаться как в направлении, характерном для, ну связанном с одним генератором, так и в направлении, связанном с другими генераторами. Но тем не менее принцип тот же самый. Принцип тот же самый. И там тоже генераторы будут являться практически, вернее, операторы повышения или понижения, они будут являться практически генераторами. Генераторами преобразований в симметрии определенных. Но для диаграммы они являются как бы генераторами, с помощью которых мы встроим эти диаграммы. Ну а теперь давайте запишем в общем случае, как вот эти функции выглядят на этой жадке. То есть как выглядят эти функции, как мы их строили. А встроили мы их через, в общем случае, линейные комбинации произведений функций Y1M1 и Y2M2. Я запишу этот результат. Итак, произвольная функция в любом из этих мультиплетов может быть записана следующим образом. Я ее буду писать не просто в CY1M, вот так вот, видите, а буду указывать здесь то, что она построена, это функция, задача, то есть она отражает задачу сложения моментов Y1 и Y2, поэтому надо писать так, в CY1, Y2, Y2M, вот так. То есть тем самым я прямо указываю, что речь идет о сложении моментов Y1 и Y2. Ну а дальше что я пишу? Равняется все. Равняется. Ну а дальше комбинации. Итак, пишу сумма по M1 и M2. Ну давайте даже так напишу. Сумма по M1 и M2, но ограниченная значением суммы M1 плюс M2, она всегда должна быть M равна. Дальше, значит, вот здесь какой-то коэффициент. Я его так обозначу. Говорите, как немножко гитро. Y1, M1, Y2, M2, YM. Коэффициент. Ну, видно, просто такая у него своя красная форма. Ну и ниже мы посмотрим еще варианты. А ну а дальше просто произведение. ПСЮ1, M1, МСЮ2, M2. Все, видите? Как эти коэффициенты здесь подобраны? Постоку-постоку у меня стоит условие M1 плюс M2 равняется M. То, независимо от этих коэффициентов, у вас всегда это произведение будет собственной функцией коратора YMZ. То есть она всегда будет удовлетворять наши функции вот этому уравнению. У нас собственное значение собственной функции коратора YMZ. Почему? Потому что, видите, сумма M1 плюс M2 всегда равна M3 в полной модели. Значит, эти коэффициенты на самом-то деле должны самую главную функцию выполнять. Устроить те комбинации, которые будут собственными для оператора квадрата момента. То есть, видите, нам не только ведь это нужно, убить одного зайца, но убить и второго зайца. Первого зайца мы убиваем, повторяю, очень просто. Вот здесь в сумме пишем M1 плюс M2 равняется L. А вот второго зайца мы убиваем, выбирая подходящие линейные комбинации. Это мы проиллюстрировали на примере построения диаграмм. Ну, там речь шла, конечно, о таком качественном описании. А вот количество написаний, то есть тогда, когда мы непосредственно воспользуемся вот этой процедурой действия оператора понижения, запишем все коэффициенты. То найдем коэффициенты векторного сложения момента. Вот эти коэффициенты, в основании, коэффициенты векторного сложения момента. Или коэффициенты Клебша-Кардана. Клебша-Кардана. Коэффициенты Клебша-Кардана называются вот эти коэффициенты. Или коэффициенты векторного сложения момента. Я думаю, что вы догадываетесь, что вот это вот название коэффициенты векторного сложения момента придумали Клебша-Кардана придумали математика. Это из математики идет. Почему? Сделал в том, что теория момента это фактически теория группы вращения. Это алгебра. Теория момента отражается алгебра группы вращения. Сложение моментов это тоже элемент из этой алгебры. И вот этому соотношению можно дать чисто математическую трактовку. Я ее все-таки озвучу, как бы эту трактовку. Хотя они сильно останавливаются, не будут упасть. Первое действительно сделано.